Дым искусственный, эвакуация настоящая. По легенде, в торговом центре Титан-Арена в зоне кинотеатров произошло возгорание. Сотрудники торгового центра уходят знакомыми тропами. Для них подобное учение – норма. У нас эти нештатные ситуации отрабатываются постоянно. Везде таблички обозначения есть. Есть. Эвакуационные выходы здесь работают по системе магнитных замков. То есть при включении аварийно-пожарной системы включается аварийное питание, отключается питание основное. И эвакуационные выходы открываются автоматически, то есть двери разблокированы. Работники, понятное дело, знают все ходы и выходы досконально. А что же обычные посетители? Насколько быстро вам удалось покинуть здание? Буквально меньше, чем за 5 минут, даже быстрее. 3 минуты где-то буквально. Кто-то вас специально направлял, курировал лесами так хаотично? Сам, сам. Я знал, где выход. Беседу прерывает сирена. Прибыл пожарный расчет. Начинается боевое развертывание. По отключенным эскалаторам огнеборцы устремляются на верхний этаж. Начинается условное тушение условного пожара. Специалисты обходят ряды кинотеатра. Нет ли тех, кто не смог эвакуироваться? Осмотр завершен. С возгоранием удалось справиться. Одни профессионалы работу завершили, другие к ней только приступают. Специалисты поздноотзора и прокуратуры начинают обход помещений торгового центра. Изучают наличие планов эвакуации, сигнализации, работоспособность системы оповещения, знания сотрудниками соответствующих правил. Инструктаж ведется тем вечно изначально, а потом каждые месяцы. Оказалось, что в Титан-Арене есть даже специальные помещения, в которых можно пересидеть пожар. Так называемая безопасная зона. Определены они вот таким вот знаком. Данное помещение предназначено для людей, не успевших эвакуироваться. Это помещение оборудовано подпором воздуха. Свежий воздух в это помещение входит, то есть обеспечивает безопасное нахождение человека, если он остался, не успел выйти по путям эвакуации. Сколько таких помещений? В здании 8 таких помещений. Внутри помещения переговорное устройство, по которому можно сообщить о своем местонахождении. Тем не менее, по одному из таких бункеров у прокуратуры возникли замечания. По одной из комнат безопасности в период сработки пожарной сигнализации установлено, что проникнуть в нее возможности не было, поскольку запорное устройство и дверь функционируют таким образом, что ее практически открыть невозможно. По ряду помещений отсутствует пожарная сигнализация. Возможно, будет представление, возможно, будут решены вопросы о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Соответствующая статья кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф до 200 тысяч рублей. Впрочем, руководство торгового центра обещает оперативно исправить ситуацию. Есть небольшие замечания, которые мы устраним в течение дня, в течение нескольких часов. Алексей Карельский, Денис Линчевский, Регион 29.